Добрый день! Спасибо, что согласились дать интервью для нашей лиги и Лабужской дворово-любительского футбола. Я хочу задать вам несколько вопросов. И вот футбол – это ваша жизнь. Я правильно говорю? Футбол с самого детства уже, да? Или как? Вы вратарь. Вот тут надо не ошибиться. Вы вратарь, судья первой категории, инспектор Федерации футбола Республики Татарстан, член Президиума Федерации футбола Республики Татарстан, заслуженный работник физической культуры Республики Татарстан и руководитель стадиона Центральной города и Лабуги. Михаил Иванович, расскажите, пожалуйста, как все начиналось в вашей карьере, в вашей жизни, что вы связали свою жизнь именно с футболом? Ну, любовь к футболу у меня зародилась давным-давно. Я даже сам не знаю, почему, потому что я никогда не жил в футбольных городах, жил далеко на севере, и футбол пинали мы на маленьких площадках. Но я прекрасно помню, что в 1958 году, когда сборная Советского Союза начала участвовать в мировом футболе из Стокгольма, я слушал футбольные репортажи Николая Озерова о участии наших спортсменов в этом чемпионате мира, на котором победила сборная Бразилии. И вот это с 1958 года и до 2018 года, это получается почти 60 лет, я болею за футбол. И это действительно стало не моей целью жизни, но это та часть жизни, которую никогда не выкнешь из этого периода. Кроме того, что я и учился, и работал, и работал на больших серьезных предприятиях, и руководителем работал, футбол всегда оставалась. Значительную часть занимала моего времени. Но это со временем и пришли какие-то определенные успехи, но выдающимся игроком я не стал, потому что все время учеба и производство отнимало, и возможностей профессионально заниматься футболом не было. На любительском уровне я занимался всю, конечно, свою жизнь. Но притворяя сегодняшнюю нашу беседу, я хотел бы сейчас одну приятную новость сказать. Вот благодаря усилиям Федерации футбола Республики Татарстан, нашего руководителя Александра Петровича Гусева, вчера, вернее в субботу вечером, мы получили наконец разрешение от руководящих органов Республики Татарстан, от министра спорта Леонова, и от главного санитарного врача Республики Татарстан Петяшиной, о том, что с 8 августа разрешено проведение спортивных соревнований, тренировочного процесса среди мужских команд 2020 года во всей территории Республики Татарстан. То есть мы должны до 28 числа Управление по делам молодежи и спорта, и наша команда, подтвердить участие свое на участие в первенстве Республики среди команд Первой Лиги. Естественно, условия санитарно-эпидемиологические, которые высказаны в рекомендациях, которые сам эпидемиодзор нам выставил, нам их придется выполнять и очень строго им придерживаться. Главное условие, которое выдвинуло Роспотребнадзор, это все футбольные матчи будут проходить без зрителей. Естественно, вход будет запрещен только тем командам, тем игрокам, которые будут внесены в заявках, и которым будет разрешено по медицинским справкам разрешение посещения и участвовать в этих игр. Но это еще предстоит серьезная и большая работа по выполнению всех этих рекомендаций Роспотребнадзора. Но мы к этому готовились, но это лучше, чем вот мы в течение уже пяти месяцев ждем, когда нам разрешат заниматься футболом. К сожалению, по детскому и юношескому футболу пока решений нету. Мы будем ждать тот период, когда эти условия будут, созреют эти условия, и мы будем готовить уже и подрастающее поколение к новым играм. А на сегодня вот это вот, пока вот, вот такие руководящие документы мы получили, и будем, оставшись в период две недели, которые нам остались, мы будем готовиться к этому серьезному мероприятию. Уточнить, до 28 июля? Да, до вторника мы должны дать, подать согласование, что мы участвуем. Но я думаю, что мы уже много говорили об этом, и наше руководство, и города, и управление по делам молодежи примет все силы и все свои способности для того, чтобы мы могли обеспечить участие наших футболистов, своих местных, городских, и лабужских в этом первенстве. Ну, а теперь давайте перейдем к теме той, которую вы озвучили сегодня. Ну, развитие футбола в Елабуге всегда был очень на почетном месте, и он развивался очень давно, и с 50-х годов. Ну, настолько вот, сколько я успел впитать вот эту вот историю города, мне наиболее такие яркие, запоминающиеся были, это участие городской команды «Торпеда», которые начинали с начала 80-х годов, и их очень успешное участие в первенстве города, значит, в первенстве этих физкультурных команд КФК, которые в Приволжье, ну, тогда Приволжье не было, зоны были очень большие, их успешные выступления тогда, и в этот период выросла такая целая плеяда очень успешных, очень одаренных спортсменов, которые впоследствии и играли и в командах соседних городов, и Зеленодольска, и Нижнекамской, и Набережных Челнов, и те, которые остались здесь, в Елабуге, которые стали тренерами, тренерами, которые на своих плечах вынесли воспитание ни одного поколения, за что им, наверное, и придется, наверное, памятник потом поставить когда-нибудь, потому что таких самоотверженных и людей, которые несмотря ни на что не бросили футбол в самые тяжелые периоды, мы, конечно, их всех уважают, их всех ценят, начиная вот с самим маленького возраста и кончая уже вот такими, как я, с едыми волосами. Ну, наша задача была тогда, когда я приехал, судил, и команды были, и играл такой, игры были такие, но они несколько были такие самостоятельные, неорганизованные, и под эгидой комитета по физической культуре. Но в 2007 году председателем или президентом Федерации футбола Республики Татарстан был избран Александр Петрович Гусев, в то время занимавший пост зампредседателя Госсовета Республики Татарстан и бывший президент футбольного клуба Рубин. Его, этот богатейший опыт помог нам организовать, в том числе и в Елабуге. И вот я помню, 14 сентября 2008 года он приехал к нам в Елабугу. Вот Валерий Васильевич Чершинцев, они обговорили все, и мы провели первый учредительный совет и организовали общественную организацию, которая бы управляла нами всем футболом в городе и в районе Елабужскую футбольную ассоциацию при региональной общественной организации Федерации футбола Республики Татарстан. Моя задача тогда была вместе с Лазарем Ивановым, которым очень активно занимался этой организацией, нам нужно было официально организовать эту работу, чтобы она у нас была не хаотичной, а планомерной, и чтобы какие-то определенные цели и задачи стояли для различного уровня игроков по возрастам, по категориям и так далее. У нас все это хорошо получилось, у нас хорошо прошло первое учредительное собрание, было очень много народу, мы избрали этот президиум нашей общественной организации и начали работать. В 2008 мы начали официально отчитывать те соревнования, которые мы проводили по лигиде Беларусской футбольной ассоциации. И с 2008 года мы начали регулярно проводить первенство города по большому футболу и первенство города по мини-футболу. Но история с мини-футболом она четко и капитально связана с НГДУ Прикамнефть, которая в свое время, когда команда Торпеда так сказать потеряла свой статус, у нас очень много было любителей футбола, которые работали в НГДУ. и спасибо Валерию Васильевичу Потехину, Нургаяну Мерзояновичу Ахметову, которые сумели организовать команду и начали выезжать в основном в Саратовскую область, в Саратов для участия в первенствах по мини-футболу. Они являлись прародителями этого футбольного движения, которое напрочь захватило Елабугу. Потому что на сегодняшний день я говорю, если на душу населения взять, другие города, никто больше так не увлекается мини-футболом, как в городе Елабуге. У нас порой до 35 команд выходило участие в мини-футболе. Да, потому что во всех этих, на всех уровнях. Ну, это доходило. Но в основном участие, вот вы всегда видите, 20 команд всегда участвуют. Ну, нигде так не участвуют, кроме Казани. Ну, в Казани другие условия, и в Казани другие, так сказать, возможности. начали развивать большой футбол в 2008, 2009, 2011. У нас здесь организовались две такие твердые, сильные команды, которые занимались, так сказать, делили между собой первенство. Михаил Иванович, в 2007 году вы открывали стадион, правильно? Или не совсем так? Ну, не так. Я был на присутствии, присутствовал на 2007 году, я ходил, смотрел, как сделали футбольное поле, но в это время я работал на Елабужском автомобильном заводе, я только со стороны посмотрел. После того, как в 60-м году, в 60 лет я ровно ушел на пенсию, и в 2008 году я пришел только на этот стадион. но тогда, в 2007 году, в момент открытия, я здесь не присутствовал. Но это было Рошад Амварович Фаизов здесь присутствовал, он руководил тогда этим. Это было очень красочное открытое, красочное зрелище, которое способствовало развитию и футбола, в том числе после этого открытия стадиона. Но в округе таких стадионов не было. Оно, к сожалению, несколько было немножко попроще сделано, только в 2010 году уложили вот это резиновое покрытие фирмы Монда. Но его планировали к 8-м всероссийским сельским играм открыть. Которые были в 2010 году, страшная жара еще была. В 2010 году, но не успели положить, и положили только уже в 2011 году положили. А до этого было, там у нас еще есть тренировочный стадион сзади, там было это резиновое покрытие, там проводили все эти сельские игры. Может, кто-то из известных гостей к нам приезжал на открытие, вы знаете, помните? Ну, здесь был Мухамедшин, был здесь, здесь был министр спорта тогда был. Ну, получается, вся делегация, да? Очень большая делегация республика из известных спортсменов. Ну, матч открытия ведь был, правильно? Нет, здесь матча футбольного не было. Когда открывали стадион, не было матч открытия? Значит, сборная России во главе с Бубновым приехала в сентябре 2008 года, якобы, как бы, на открытии этого стадиона. И там у нас внизу, на, так сказать, импровизированном нашем музее, в коридорах, есть фотография, где сфотографирована сборная команда Елабуги, которая участвовала со сборной команды Российской Федерации, в котором Бубнов играл, Маховиков играл, значит, ну, Сметанин играл, значит, ну, и ряд таких известных больших футболистов. Михаил Иванович, мы находимся в комнате, где история футбола, наверное, правильно, есть какие-то награды, какие-то достижения, расскажите. это вот, мой рабочий кабинет, моя рабочая комната, я из нее по возможности пытаюсь сделать вот импровизированный музей развития футбола в городе. Все, что можно было, мне привозят, приносят, сами завоевываем, сами делаем. Вот, хотел бы вам показать вот некоторые, так сказать, достижения, которые у нас в Елабуге есть, а есть еще в коридоре там. Вот, 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 это участники футбольного турнира, футбольного матча сборной Елабуги, сборная Российской Федерации, которое было 7 августа 2007 года, год открытия центрального стадиона. Так. Ну, это вот мои успехи тут. Вот, вот это вот в импела, которые участвуют, команд, в которых мы участвовали с участием, команда Эстин участвовала с этими командами, и как, ну, как обычно, обмениваются капитаны команд. Вот, мы собирали, это много еще всяких, которые нет, но те, которые повторяются, вот, это вот футбольная академия Коноплева, вот это вот, это Алнас, это Киров, это вот Давил футбольный клуб когда-то был, который сейчас уже расформирован, а вот это вот флаг Елабуга Эссен, который этот, под флагом которого они стали обладателями кубка в 2014 году. Ну, вот так вот те, которые приносят... Футболка Дмитрия Викторовича Кузнецова. Дмитрия Кузнецова, который был одним из тренеров в свое время, Рубина, при, значит, при Бердыеве был, при Шаронове был. Было 2015 год, международный турнир в Турции был. Да, и у него был юбилей, и у него был юбилей, и вот в честь юбилея вот выпущены были такие майки, и которая вот попала на наш импровизированный музей. Вот мини-футбольный клуб Елабуга, который завоевал в 2013 году стали чемпионами. А это вот два супер плакетки, которые два супер кубка проводили в Елабуге. Одна Рунака с Сессином играла, а вторая играла в 2017 году. и Агрыз играл с Шинником. Наш стадион был, да? Да, да, да. Был вот Елабуга, центральный стадион 21 апреля 2012 года. А вот это команда-финалист Кубка Республики Татарстан 2013 года. Вот рядом Бердеев стоит, Бурганов стоит, нынешний министр образования, он тогда был министром спорта. Вот Гусев стоит, вот футбольная команда. А вот она обладатель Кубка. Уже на следующий год они стали обладателем Кубка. А это вот команда это команды успехи командов ветеранов, которые Максимов. Здорово, здорово. А это вот Анатолий, команда это вот команда, которая выезжает постоянно на по-моему город Чебоксары, да? Они в Чебоксары ездили, это команда, которая собрана Максимовым, нашим руководителем ветеранского футбола и который вот постоянно там ездит на турниры и частенько выигрывает их. Ну мы будем максимально так сказать использовать все наши коридоры, чтобы не только мы видели, но и видели еще люди, которые приходят сюда, смотрят. Михаил Иванович, после открытия стадиона начался тот самый период Эссен-Кедр. Нургаян-Лазарь. Ну тогда Эссен еще не был, там Олимп был. Олимп. Да. Расскажите, вот вы помните этот момент, когда вот после открытия стадиона у нас появились два футбольных гиганта. Ну, хорошо, да. Как вы это видели, расскажите. Вы и судили наверняка эти матчи? Мы организовали тогда первое первенство города. В нем участвовало где-то порядка шести команд. Вот. И мы и, конечно, самое было это дерби, было это, конечно, Эссен и не Эссен, это Олимп тогда был и Олимп и Кедр. Что вы знаете про эти команды? Что вы можете сказать? Тогда, значит, команда Кедр была, значит, такая, Лазарь Иванов, который руководил, он, так сказать, очень импульсивно, очень, так сказать, очень темпераментно, значит, создавал эту команду и она участвовала, так сказать, в играх. И они еще участвовали в, значит, в ближайших турнирах, которые в ближайших городах были. А второй командой Нургайд Мирзаянович Ахметов командовал, у которого были собственные воспитанники. А у Лазаря Иванова были половина воспитанников местных, половина воспитанников были приглашенных. Получается, команда Кедр была уже прям команда с грамотной инфраструктурой, уже спонсор у них был, уже участвовали в крупных соревнованиях по республике Татарстан. А команда Олимп на тот момент это была детская и юношеская спортивная школа, как или нет? Воспитанники Нургайд Мирзаяновича получается, да? Да, там были, участвовали все воспитанники Ахметова, и поэтому там была очень такая серьезная, сложная и напряженная борьба. Вот, я хотел найти протокол вот этого, от того, от того, от этого... матча? Таких, того турнира. Самый... Да, ну, к сожалению, я не мог ее найти полностью, но игры проходили бескомпромиссно, очень напряженно, всегда были на эти, значит, такие, полемика шла по поводу того, кого судить, порой ставили меня в тупик, и были очень такие серьезные разногласия по поводу этого, но тем не менее игры проходили, проходили, это как вот примерно как Спартак-Зенит, уровень такой, только местного напряжения было, но тем не менее это давало потолчок для развития футбола, для роста футболистов, но это были такие серьезные такие бои, которые футбольные, которые надолго остаются, вот... И зрители приходили. Да, и было зрителей больше, чем в те игры, которые мы вот последние годы наблюдали здесь, потому что с развитием этих технологий, конечно, много мы потеряли зрителей молодого поколения, старое поколение уже перестало ходить на новый стадион, вот их можно было еще увидеть в конце, в середине 90-х годов, которые ходили на стадион «Трактор», и там одно время в ПФЛ или, значит, во втором дивизионе одна наша команда играла «Елабужская», вот, под руководством Евсина Иван Иван Викторовича, да, вот, поэтому там еще были... давление вы испытывали, когда судили мачки? Давление я испытываю всегда, потому что и как судья, ну, как инспектор сейчас меньше я испытываю, но как судья это, конечно, очень тяжелая эмоциональная нагрузка, которая всегда существует, это боязнь ошибиться, это, возможно, всякий ажиотаж идет вокруг того, что ты можешь, так сказать, кого-то засудить, за кого-то засвистеть, но это ни одного судья, это не заложено и не принято, и все это, так сказать, выдумки, которые вот пытаются навязать на население, футболистам, болельщикам, что вот судьи такие вот весьма нехорошие люди, но это не так, я вам поверьте, и хочу сказать, что никогда не было никаких таких решений, чтобы вот кого-то убить, прибить, да, у меня лично не было, порой такая складывалась ситуация, было, что очень трудно, я ведь еще в 96-97-90-м годах судил при Волжье, я ездил по городам, я был, судил в Ижевске, в Уфе, в Южкороле, в Волжском, вот все приводят, в Саратове, в Тольятти, в Самаре, то есть у меня было КФК, у меня даже есть табличка, вернее, в РФС есть такие таблички на суде, которые заводят, которые судят, там есть для меня, у меня есть такое дело, сколько там я игр отсудил, матчи отсудил, сколько это, какие оценки там, какие ошибки и так далее, вот такая табличка есть, она, правда, не в закрытом режиме, но тем не менее такая есть, поэтому доля судейства, хотя очень важная, но доля судейства очень тяжелая, и я вот на этой почве хотел много лет подряд пытался создать или организовать судейские семинары свои, вы помните, да, здесь мы проводили на стадионе очень много семинаров, поначалу было, очень много ходил народ, но тем не менее, вот, кто у нас вырос с этих семинаров, мы проводили курсы, видео на уроки давали, видео, правила смотрели все время, вот, и, но не встретил я поддержки, вот, в росте футбольных арбитров, которые нам нужны в городе, и до сих пор, вот, но все стремились играть в футбол, а все изучать правила было мало желающих, все считали, что они знают правила и так, а вот, когда сегодняшний уровень правил достиг такого эпогея, что порой даже судьи, сами судьи не могут правильно определить момент и оценить его, вы видите это вот, вот, вы видите эти, и вар уже не верят, ну, в общем, очень серьезная ситуация, поэтому, конечно, судья должен быть настолько грамотный, настолько эрудированный, настолько хладнокровный, настолько безапелляционный, что это, так сказать, почти характер. Самый запоминающийся матч, который вы судили, с эмоциями, вы помните такой матч, может быть, был у вас на вашей карьере? запоминающий матч, который вы судили, я судил где-то в двухсуточных годах в Нижнекамске, в Нижнекамске, это играл Нижнекамск, нефтехимик играл, и труд Чистополь, они тогда в первом, в высшей лиге играли, это была такая заруба, учитывая, что Нижнекамск, это люди, которые живут по понятиям, особенно футболисты, даже некоторые из них сегодня, жили тогда по тем, сейчас они, конечно, стали совсем другие, поэтому на поле была такая рубка, такая сеча, я уже, честно говоря, просто не справлялся, но если бы мне, там тогда был бы инспектор, мне точно поставил двойку, потому что я не мог, если нужно было, нужно было удалять по полкоманды обоих, но если... А сколько было показано красных, не помните? Я не помню сейчас сколько красных показал, но я, по-моему, по пять штук только желтых показал с одной стороны и с другой стороны, а там вторые уже грозились уже идти, идти уже до удаления, поэтому я еле-еле доиграл этот матч, досудил этот матч, и он у меня остался как самый черный матч в моей жизни, поэтому выдающийся матч, а судья, какой матч запоминает, а тот, где он сделал такие ошибки, которые, они могут стать рукавыми, или какие-то... Те, которые могли изменить результат игры. Вот такой матч у меня, вот черный, остался в жизни. Это было где-то в сентябре 2003 года. Это было первенство? Это было, да, чемпионат Республики Татарстан среди команд высшей лиги. Ехали домой, наверное, потом. Ну да, это все чревато. Ну, судейская доля, она очень тяжелая, мне и колеса прокалывали в этом набережных челнах на машинах. И угрожали. Это нормальная ситуация. Но мы немножко отклонились от темы. Слава Богу, что все нормально, и мы сейчас разговариваем. Возвращаясь к команде Торпеда, Михаил Иванович, и команда сборной Лабуги нынешняя, как вы считаете, есть ли схожесть между этими командами? И есть ли какие-то различия? Да. Ну, говорить о той команде Торпеда, которая тогда существовала в 95-й, 96-й, 97-й, 98-й, 99-й год, это была, конечно, очень хорошо сбалансированная, очень хорошо тренированная команда. Потому что Иван Викторович Евчин, он занимался с ними, будем говорить, с самого маленького, ну, с такого среднего возраста, когда можно лепить из него футболистов. У них была общая тактика, он знал особенности каждого игрока, он умел руководить, умел прививать тактику, которую требуется, по которой играл, требовал тренер. Поэтому он жестко требовал исполнения всех тактических задач, которые ставили команды. Но и они техничнее были, конечно, это вот и Ахметов, там, и Румянцев, и Лорионов, и там, и Самошкин особенно, вот, ну, это вот те, которые мне на ум приходят. Вот. Они были, конечно, это, и поэтому у них успехи были, они могли на этом, на любом уровне российском, они выступали достойно. Но это была такая четко, у них была четкая, у них был стадион, у них была команда, на тракторе все время играли. У них было четкое такое финансирование, которое не заставляло думать об этом. Ну, а потом, когда, так сказать, мы стали уже, это было еще в Советском Союзе, а когда уже стали жить в Российской Федерации, то здесь уже некоторые сложности пошли, некоторые эти. Но, тем не менее, вот, в 2013, 2014, 2015 году команда Илабуэссен под руководством Мургаяна Мирзаяновича, она, конечно, в полной мере проявила себя в чемпионате республики. Значит, она была дважды финалистом Кубка Республики в 2013, 2014 в 2014 году она завоевала Кубок Республики. Она в этот же год стала четвертой, им не хватило 14 минут для того, чтобы стать третьим. Я почему говорю про 14 минут, потому что в тот день, когда они могли стать третьими, я инспектировал матч Рубин-Нефтехимик на Нижнекамске. Если бы Рубин не завоевал бы очко в Нижнекамске, то Елабуга Эссен их бы попережала. Но они завоевали, сыграли в ничью с нефтехимиком. За 14 минут до конца матча они забили свой гол и сравняли счет. Тем самым завоевали очко, то, которое хватило для того, чтобы стать бронзовыми придерами. А Елабуга откатилась на четвертое место. Это максимальная встреча. Там были тоже состав. Но состав был уже не местный состав, а состав наполовину разбавленный на 90% состоящий из игроков уже и Нижнекамска, и Набережных Челнов. И на скамейке у нас своих доморощенных футболистов было совсем-совсем немного. Поэтому два поколения Торпеды и Елабуга Эссен по части можно сравнивать, но результаты несколько другие, чем у той команды, которая была в 80-х годах. То есть по вашему мнению команда Торпеды была несколько поселения. Это чисто субъективное мнение. Но они тоже выходили в финал кубка, но они в кубок не завоевывали Торпеды. А вот Елабуга Эссен кубок завоевывал. Поэтому по результатам конечно чуть-чуть повыше Елабуга Эссен. А по монолитности по технической оснащенности поэтому мне кажется мне кажется что Торпеда и по стабильности которой она по времени выступала много-много лет а она как-то выглядела по монолитнее посолиднее. Все кто любит футбол Михаил Иванович беспокоен этой ситуации с коронавирусом как вы считаете видны ли какие-то перспективы сейчас ближайшее будущее как да вот сейчас после того что как вот мы с 8 числа августа начнем первенство среди команд первой и высшей дивизиона мы поиграем неделю посмотрим как наберем некоторую практику ну здесь один к одному берут как высшие дивизионе как без зрителей все это если у нас все будет получаться то мы организовывать будем и свое коротенькое первенство в городе поэтому перспективы на этом есть я об этом думаю постоянно вот потому что конкуренция для вашего турнира дворовых команд она будет конечно потом потому что надо согласовывать расписание состыковывать и играть и пойдут но мы от практики 8 на 8 откажемся будем играть большой футбол потому что практика 8 на 8 показала нам о том прошлогодний турнир показал о том что просто команды некоторые команды которые заявились они просто несерьезно к этому относятся ну а так как так как это 8 на 8 это в основном практика игровая практика для футболистов будем говорить юношеского возраста поэтому мы турнир будем проводить большой во-первых и ну а он будет несколько не будет не по 45 минут а будет по 30 это так сказать перспектива для того чтобы и футбол развивался большой и судьи у нас работали и все остальные работают и команды были более организованы потому что были команды которые приходили 8 на 8 6 можно играть 6 человек приходит 6 человек та которая пришла 8 и еще 5-8 человек на замене им неинтересно просто и просто несколько таких игр было сорвано и по на основании вот этого мы решили больше 8 на 8 не проводить если бы у нас вот зимой у нас было 8 на 8 это можно проводить потому что там было мало команд и как-то все люди мобилизованные были но тоже факт не факт что это удачная форма проведения соревнований поэтому мы будет будет 5-6 команд но мы будем проводить 11 на 11 по основной как большой футбол а вот история вот смотрите вот вот положение допустим какая какое было положение чемпионаты и кубка республики 2007 год я так просто показываю а вот один вот 11 так 11 2002 год второй еще 8 9 10 ну то есть вся история развития и участия здесь здорово круто вот такие это вот сегодняшние нормативы такие вот такие а вот итоговые всякие документы вот сезон 2019 2018 одинаковые все сохраняю для того чтобы история не уходила никуда а вот тут вручает вот это замминистра замминистра республики тоже с паспорту и александр петрович гусь вручает мне приз этого лучшего инспектора города республики вон там он висит круто это какой год был примерно 2010 ну да ну вот тут вот видите все все отчеты все которые можно вот отчет 2016 года видите они какие красочные красивые с фотографиями поэтому любой любой результат любой это вы можете всегда прийти здесь узнать вот висит грамоты это универсиад уже была ну да мы готовили тут уже мы же принимали сафету универсиадского огня поэтому здесь поэтому здесь мы это очень серьезно работали готовились такая такое мероприятие вот не был ты мне в 2013 году нет я еще в школе был у меня было вот вот есть этот бирка которая не состоялась энергетику когда играют в финале два дырки две готовят кто выиграет арунака выиграл а бирку я тебе забрал энергетику никто не видел не расстраивались а это вот отчеты все вот эти все каждого турнира каждого турнира за все года которые начали ела протоколы у нас же еще был турнир школьный лиги с Игорем Солоевым да 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 тоже тут тоже расскажите про эту фотографию сразу после окончания строительства этого стадиона сразу сняли его сами поймете видишь еще бассейна вот тут нету да Единороссия Единороссию строить стачили а вот юбилей Яшина оспорти тот кто хочет добиться убедительных побед обязан пытаться прыгнуть выше головы помнишь была такая акция 90 лет этому Яшину слышал слышал вот все в кепках в кепках вратари одевались да 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 и Игорь Акинфеев снялся в одной из реклам по-моему да да а это вот реклама это это архитектура примерно да да который строился в прошлом году нет это уже реком реконструкцию делали ну ремонт делали а сейчас кстати с центральным стадионом планируется какая-то да я бы выбиваю поле новое за 12 миллионов новое полностью снять конечно новое поменять но пока видишь сказали что после чемпионата мира 5 лет не просите никаких все деньги мы врохали на стадион Михаил Иванович что скажете про нашу лигу дворовую любительскую футболу как вы относитесь и какой совет можете дать вот есть же такая пословица святое место пусто не бывает и вот когда вы молодые так сказать значит такие заинтересованные люди которые любят футбол и взяли благодаря своей инициативе организовали вот этот вот наш неорганизованный футбол благодаря того что вот такие чиновники как я сижу на месте не можем организовать нормальный футбол мы взяли это и организовали молодцы просто вы креативные ребята вы сумели так сказать организовать вокруг себя эту молодежь которая любит футбол но это наше футбольное сообщество оно уже здесь не очень большое в городе мы все друг друга знаем все вы друг друга видите и поэтому любовь к футболу она быстро организует сумеет если в правильное русло направить все все это организовывается сразу поэтому опыт был с мини-футболом у вас вы знали этих людей потом благодаря того что вот республика Татарстан так активно как не в другой регионе России строят вот эти мини-футбольные площадки 20 на 40 вы этим воспользовались и молодцы таких площадок у нас сейчас в городе около 10 но если бы за ними все в школах смотрели бы они бы сейчас были все полные но порой очень жалко смотреть на это как и в школах эти площадки приходят ну будем говорить убиваются там все сетки порваны крошка там поле подорвано конечно это очень неприятно для города ну а вы молодцы вы нашли площадку в этом поле в колледже так сначала потом у себя там благодаря вот этой программе которая республика строит у нас эти площадки воспользовались и этим и этим правильно сделали просто вам нужно большое большое спасибо сказать потому что именно благодаря вашей активности ваши это вы привлекли столько людей участвовать в развитии спорта футбола поэтому эта инициатива только приветствуется и я думаю что она когда-то будет вам руководством города поощрена конечно у вас уже маленько какой-то юбилей скоро будет пять лет придет юбилей но ведь вы не с этого не только с этого официально у вас у вас были всякие благотворительные турниры у вас были различного рода другие турниры которые вы там посвящать тому посвящали этому кубок мэра кубок мэра вы каждый год однодневные двухдневные вот вы значит на фоке номера 4 вы всегда пытались воткнуться и всегда расширяли эти позиции и вот и благодаря тебе и Соловьеву Игорю и другим его так сказать коллегам вы умудрялись в это дело вталкивать свои мероприятия и правильно делали потому что конечно какое-то было торможение какое-то несогласие но тем не менее вы это делали и делали правильно ну что сказать только большое спасибо вы просто вносите такой большой вклад в развитие футбола в городе что он конечно очень оценивается и жителями и любителями футбола и руководителями в городе это это просто прекрасно я думаю что вы на этом не остановитесь будете дальше скоро у вас может и 10 лет будет ну а потом вы будете я думаю в ближайшее время будете руководить вообще всем футболом в городе поэтому ваше время уже близко спасибо большое Михаил Иванович и очень приятно конечно что когда проезжаешь мимо вашего вашей площадки вокруг вас стоят столько болельщиков которые конечно не соблюдают на данный момент расстояние социальное но тем не менее популярностью ваш турнир пользуется вы это учтите потом чтобы вы это и поэтому конечно популярность необычная необыкновенная очень интересная и люди конечно стремятся не только значит посмотреть но и поучаствовать и я думаю что количество команд будет из года в года расти и по статистике уже прибавляется 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 и вот для того чтобы стимулировать ваших игроков ваших ваших футболистов для того чтобы они стремились к какому-то росту естественно чтобы достижения были я хотел бы учредить вот от имени Елабужской футбольной ассоциации и от себя лично вот этот вот приз и я хотел бы его вручить тому футболисту тире вратарю который пропустит меньше всех голов может быть он и будет у вас лучший может быть и не лучший но в номинацию лучший вратарь он может не попасть но он может пропустить меньше всех мячей во время турнира он сделает меньше сейвов меньше спасений но он будет надежен и непроходимой непробиваемой стеной для ваших нападающих здорово спасибо большое ну прекрасно надеюсь такой вратарь будет Михаил Иванович последний вопрос что можете пожелать от нашей лиги от себя лично и как вы видите нашу лигу через год два пять лет конечно чтобы лига развивалась чтобы лига процветала чтобы у лиги появились такие какие-то конкретные спонсоры чтобы она могла учреждать призы уже так сказать уровнем выше чем сегодня чтобы вы выращивали или у вас возрождались те футболисты которые могли выходить и на республиканскую арену и чтобы они могли участвовать и может быть и всероссийских турнирах и чтобы количество команд увеличивалось каждый год я думаю что на одну-две команды вы можете прибавлять естественным надо конечно нам и вы можете привлекать и особо экономическую зону это как большой резерв для того чтобы развивать футбол дальше чтобы лига знала видела так сказать задачу что ведь не только любительский футбол но может быть и кто-то прорвется в профессиональный футбол может быть какая-то звездочка у вас загорится для того чтобы можно было потом ей гордиться на протяжении всего турнира и всех турниров которые будут у вас проводиться Михаил Иванович спасибо вам большое за интервью всего доброго спасибо